Мы находимся в городе Палмела. Это полчаса неспешной езды от Ситубала на общественном транспорте. Здесь находится замок, и мы приехали его посмотреть. Автобус останавливается на остановке где-то внизу у исторической части города, старого города. И до замка надо еще идти, ну, может быть, около километра пешком, пешочком в гору. Но оно того стоит. Здесь открываются прекрасные виды. И это вот церковь Святой Марии. У нас здесь когда-то была. И дальше дорога ведет нас в другие интересные объекты этого замка. С этой смотровой площадки открывается шикарный вид на город Ситубал. Оказывается, ударение все-таки на буковку У на полуостров Троя. И вот этот замок. Часть, вернее, замка, который отсюда виден. Дует ветер. Ветер очень теплый. И вообще очень здорово, что немного облачно, потому что иначе была бы очень сильная жара. Пойдем дальше. Идем дальше. И здесь перед входом растет вишня. О, как много вишни наверху. И еще больше вишни внизу. И вот эти интересные ворота. Очень нужное место. Различные... Здесь что-то такое связано с археологией. Потом посмотрим. Кафешка. И еще какое-то интересное археологическое место. Здесь тоже по лесенке можно зайти наверх, что-то посмотреть. И огромная смотровая площадка. Я думаю, что с нее вид будет еще лучше. Здесь можно посидеть. Попить кофе. Здесь открывается вид на городок Палмела. На часть городка. Вообще видно, что плотность населения в этом районе очень высокая. Куда не посмотришь. До самого горизонта какие-то домики. И там, скорее всего, откроется прекрасный вид на город Сетубал. Сетубал. Вот. С правильным ударением. По-прежнему дует сильный ветер. Ну, в общем-то, ветер здесь дело обычное. Табличка, которая рассказывает, что же мы увидим отсюда. Видно город на историю реки Садо. Полуостров Троя. Вот здесь, наконец-то, видно, что это полуостров. И другие части замка. Очень интересное место. Если здесь везде походить и полазить по всем этим комнаткам, где разные виды достопримечательностей, я думаю, очень здорово. И сейчас как раз мы туда и пойдем. Так что, билет на автобус стоил 2 евро. 2,05, если быть точным. Ехать около получаса. Немножечко пройтись пешком. И вот такой вот прекрасный вид. Плюс еще красивый старый город, который находится внизу замка. Это место стоит посетить. В одном из помещений можно увидеть вот такую вот археологическую экспозицию о том, что нашли ученые, когда исследовали этот замок. Вид замка сверху. Здесь сразу так сыро и холодно. Толстые стены. Здесь нам предлагают подняться вот по таким ступенечкам наверх, чтобы посмотреть еще одну археологическую экспозицию. Можно подняться не только наверх, но и по лесенке опуститься вниз. По следующие залы по этой лесенке, по деревянной уже. Там тоже наверняка будет что-то интересное. Вот. Залов здесь очень много. В этом маленьком зале можно увидеть предметы посуды, которые нашли ученые. Керамическое. Монетки, кувшенчики, другие предметы быта. Которые здесь нашли при раскопках. И выход из этого зала. Мы поднялись еще на одну стену замка. И вот здесь открывается еще более красивый вид. О, можно даже туда наверх залезть. Большое сооружение. Интересно. Много мест, где можно полазить. Вот. Все. Спасибо.